Добрый день, друзья, гости и подписчики канала, канала Раземледелия с вами, друзья. Я говорил вам, я делаю маслопресс. Сегодня хочу вам показать, какой подшипниковый узел, какой ствол патрона, как я это сделал и, значит, свои, скажем так, авторские наработки. Ну а пока пьем чай, доброму дядке Германии, кружка, спасибо ему, Константину. Все по фэншую. Так, значит, показываю двигатель. Значит, и мы разобрались, и где он тек. Три уровня масла было так, через вал тек. Ничего не делали, масло по уровню сделали, и все нормально. Так, переходим к подшипниковому узлу. Значит, вот с рулевой колонки, с Т-40. Как мы достигли соосности с этим, с этой болванкой? Друзья, на токарке шлифанули равномерно. Здесь эту болванку засверлили, сверлили, скажем так, с помощью сверлильного станка и всяких хитромудрых приспособлений. Затягивали пластиной, прижимали, чтобы он не ушел ни влево, ни вправо. И у нас получилась эта часть. Как направляющая держит, чтобы соблюсти соосность. И вот, вот так вот оно выглядит. Все. Ни влево, ни вправо. Решил я поставить его на шпильки. Почему шпильки? Потому что нагрузка будет хорошая. И болт, скажем так, все равно он слаб же шпильки держит. Шпильку поставил здесь с мелкой резьбой. Болты стоят жигулевские крепости 10 и 8. От этих шпильки поделал. Так, теперь, друзья, переходим непосредственно к подшипниковому узлу. У нас, что здесь, выточены ступени. Последняя ступень обойма упирается. Вот она плотно туда будет садиться. Здесь, от этой части, если подшипник собранный, с допуском, чтобы небольшой люфтик был. Потому что он, подшипник, будет сам себя центрировать. Вот показываю подшипничек. Вот на нем атакует люфтик присутствует по канавочкам. Поэтому так было сделано. Ну и непосредственно, чтобы это все изолировать, будет стоять сальник. Теперь еще один немаловажный момент. Присутствует у нас тавотница для смазки подшипника. Отверстие. Вот она, показываю. Вот она. Как раз вымеряли. Отверстие попадает как раз на эту часть, между обоймами. Здесь будет мазаться. То есть, все, чего я достиг, вернее, хотел, все у меня получилось. Ну и с этой стороны 306-й подшипник. Жигулевский с полуоси. Соосность покрышки. Здесь выбрана под подшипничек. Она будет вот так вот садиться. Раз. Села. И вот она совпала. Все, оно совпадает. Таким, скажем так, макаром. Это вторая часть будет. Еще, чему я очень сильно рад, друзья. Это, посмотрите, какой толщины конструкция подшипникового узла получилась. Какой запас прочности. Тяжелая, правда. Ну, зато я очень спокоен. Одним узлом выполнено. Соцельно. Вообще, я просто очень рад. По патрону, по этому. Сейчас моя будет задача сделать засыпной бункер, окошечко, просчитать длину шнека, выточить шнек, так, шнек будем точить из этого материала, значит, 60-й, вот это 55-й, или 50-й, 50-й, вот, 55-й, либо с него, с этого, с 55-го. В общем, шнек будет с такого материала, друзья. Это уже наши заготовки на токарку. Будем тренироваться, учиться. Токарный сегодня подсоединили, включили, все работает. осталось только научиться точить. Сделать фильеру, резьбу уварить, ну, и привод. Значит, это вал с экструдера, запасной, ну, где-то будет у нас по принципу от этой штуки. Зазоры я буду делать. Здесь всего десяточки. Трубу промерили с токарем. Все отлично. Все, как говорят, по феншую. В общем, друзья, пишите свои комментарии. Может, я где-то, что-то, какой-то момент выпустил из виду. Напишите, подскажите, кто имел с этим дело. Я его первый раз собираю. Но принцип будет экструдера. Говорю, одно меня радует от этого, скажем так, модель. направляющей, соосность. Ну, скажем, конструкция довольно-таки удачная. Я так считаю. В общем, как-то так, друзья. У нас сегодня светит солнышко. Плюс 10 градусов из завтрашнего дня. Дождь обещает. И резкое повышение температуры. Почему я спешу? Потому что надо выезжать уже в поля. Уже надо культивировать. Все, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Я такую маслерку еще купил сегодня. Для токарного станка. Видео пуска токарного станка постараюсь вам сделать завтра. Ну, я вам скажу, что он уже работает. Уже сегодня подсоединили. Все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok